Муравленко стал первым городом за пределами Ханты-Мансийского округа, где провели очередной этап Кубка Югры по Труфи-рейдам. Наши джиперы прошлые годы были настолько успешны на трассах соседнего округа, что в этот раз югорские экстремалы решили изменить традицию и приехали в Муравленко. Я хочу пожелать участникам соревнований, чтобы азарт, который бурлит в крови, голову оставлял холодной. Я хочу пожелать зрителям только хороших впечатлений, ну и традиционный девиз любых состязаний – пусть победит сильнейший. Началось все с городского парка, здесь состоялось открытие турнира, а до этого боевые машины были выставлены на всеобщее обозрение любителям автотехники. Далее вездеходы перебрались в соревновательный лагерь, многие зрители поехали следом. Одни не теряли времени даром и устраивали себе обеденный перерыв, другие на радость зрителям, демонстрируя возможности своих проходимцев, разминались перед стартами. Как ни призывали организаторы муравленковских экстремалов выйти на старт, желание пополнить ряды участников среди хозяев так ни у кого и не возникло. Горожанам оставалось болеть за ближайших своих соседей из Ноябрьска, благо те поддержали соревнования, выставив сразу три экипажа. А что вот о машине можете рассказать? Вот так вот, что здесь, изюминка какая? Да все как у всех, у всех все одинаково. То есть, самоблоки, лебедки, колеса хорошие, все, что еще надо? А вот муравленковские этапы, ну как вы думаете, все-таки будет тяжелый или не тяжелый, как вообще, вы уже оценили? Тяжелый будет. Будет тяжелый, уверен, так как ребята конкретные, которые это делают, участвуют тоже не первый год, будут делать хорошо. Муравей-трофи, так организаторы из муравленковского клуба внедорожников вездеход нарекли соревнования. Смысл названия стал понятен уже по первому заданию. Цель – вершина сопки рядом с Зеркальным озером. Получился-таки муравейник из десятков машин, ползущих к гору. Сразу стало понятно, нахрапом высотку не взять. На радость к хозяевам соревнований первым с непростой задачей справился ноябрьский экипаж под номером 16 Сергея Крайнюка и Игоря Бугаева на прототипе. За что впоследствии их наградили еще и специальным призом. Забегая вперед, скажу, что именно эта команда и стала победителем рейда. Только ноябрьцам из всех участников удалось пройти все 62 точки. Многие сумели преодолеть лишь половину дистанции. Впрочем, судьи отмечали, стремление к победе у спортсменов было настолько велико, что они шли даже на то, чтобы запчасти на пострадавшие в гонке машины привозить за сотни километров из родных городов. Именно так поступили команды ноябрьская и Пурпе. Ровно через 24 часа после старта соревнования завершились. В самой простой категории автомобилей ТР-0, то есть стандартная машина без всяких изменений, победила команда Павла Маляренко и Евгения Туркина из Нижневартовска. В категории ТР-1 автомобили, где уже разрешалось ставить зубастые вездеходные шины и одну лебедку, сильнейшими стали представители Хантамансийска Сергей Ганье и Ренат Кабаев. В ТР-2 здесь разрешалось устанавливать уже две лебедки, выиграли их Нижневартовские вездеходчики Илья Климовский и Александр Дроздов. В классе прототипов ТР-3, самых подготовленных машин, где правила не ограничивали выбор вооружения, повторюсь, победу праздновал ноябрьский экипаж. Добавлю, что Муравленко состоялся второй этап Кубка Югры, следующий пройдет в мае в Радужном. Евгений Дегтяренко, Тимофей Сапильник, новости нашего города.